АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемая публика, мы представляем вашему вниманию музыку Мендельсона комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» со сценами из комедии и песочной анимации. Для вас играют, поют, рисуют и рассказывают Омский академический симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Дмитрий Васильев. Камерный хор «Певчи» руководитель Лариса Сабитова, хормистер Елена Бутикова. Женский хор Омского колледжа музыкально-педагогического руководителя Наталья Никоненко. Солистки Омской филармонии Вероника Партенева и Надежда Комарова. Драматический театр песочного искусства «Пески времени», художественный руководитель Роман Ставровский, художник Александра Пасова. Заслуженный артист России Сергей Оленберг. Дирижер Дмитрий Васильев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. 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 Афины. Тизей. Герцог Афинский. Готовится к свадьбе с Ипполитой. Царицей Амазонок. Эгей. Отец Гермий. Возмущен дочерью. Он обещал ее в жены Димитрию. Но Гермия влюблена в Лизандра. И отказывается подчиниться отцовской воле. Лизандр и Гермия решаются тайно бежать из Афин. Диметрий, отстаивая свои права, следует за ними. А за Диметрием следует влюбленная в него Елена. Афины. В доме у клина, плотника. Входят клин, пила, моток, дуда, рыло и заморожен. Клин, что, вся наша компания в сборе? Моток, ты лучше выкликай генерально, каждого порознь, соответственно списку. Клин, вот поименный перечень тех, кто из всех Афинян признан подходящим, чтобы играть в наши интерлюдии перед герцогом и герцогиней в день его бракосочетания ночью. Моток, ты прежде всего, любезный Питер Клин, скажи, что в этой пьесе изображается. Затем прочти имена актеров и таким образом дойди до сущности. Клин, так вот, наша пьеса называется «Пригорестная комедия и прижестокая смерть пирама и физбы». Моток, отличная вещица, уверяю вас, и забавная. Клин, откликайтесь на вызов. Ник Моток, ткач. Моток, здесь. Клин, тебе назначено быть пирамом. Моток, а кто такой пирам? Любовник или тиран? Клин, любовник, который убивает себя весьма калантно из-за любви. Моток, это обойдется не без слез. Я же не представлюсь по-настоящему. Уж если я возьмусь, так пусть зрительный зал присматривает за своими глазами. Я вызову ливни. Я в некотором роде по-самолезную. Ну, читай дальше. Клин. Фрэнсис Дуда, починщик раздувальных мехов. Дуда. Здесь Питер Клин. Клин, ты должен взять на себя физбу. Дуда. А кто такое физба? Странствующий рыцарь? Клин, нет, это девица, которую должен любить пирам. Дуда. Нет, честное слово, не давайте мне женской роли. У меня борода растет. Моток. А если можно прятать лицо, дайте мне сыграть и физбу так же. Я буду говорить необъятно тоненьким голоском. Ах, пирам возлюбленный мой милый. Твоя физба милая, твоя дева милая. Клин, нет, ты должен играть в пирама. А ты, Дуда, физбу. Робин Саморож, портной. Заморож. Здесь Питер Клин. Клин, ты должен играть в физбину мать. Том Рыла, Медник. Рыла. Здесь Питер Хлейм. Клин, ты и рамов отец. Я физбин отец. Пила Столлер. Ты про льва. Пила. А есть у тебя список львиной роли? Если есть, дай, пожалуйста, а то я медленно заучиваю. Клин, ты можешь импровизировать, потому что требуется только рычать. Моток. А дайте мне сыграть так же и льва. Я так зарычу, что всякая человеческая душе приятно будет меня послушать. Я так зарычу, что герцог скажет, а пусть еще рыкнет разок. Клин, если ты рыкнешь слишком страшно, ты напугаешь герцогиню и даму, и они поднимут крик. А этого достаточно, чтобы нас всех повесили. Моток. Но я так усугублю свой голос, что я буду вам рычать нежно, как голубок сосунок. Я буду вам рычать, как соловей какой-нибудь. Клин, ты можешь играть только пирамо. Моток. Ну ладно, берусь. А с какой бородой мне лучше всего играть? Клин, да с какой угодно. Так вот, господа, получите ваши роли. И я вас прошу, молю и призываю затвердить их к завтрашней ночи и встретиться со мной в Дворцовом лесу. В миле от города при луне там мы устроим репетицию. Встреча у дуба. Моток. Все ясно. Явиться живыми или мертвыми. Уходят. 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 Лес вблизи Афим. Входят фея и эльф Пак. Пак, здорово, друг! Куда направил путь? Фея. По горам, по долам, через рвы, через плетни, По кустам, по лесам, через воды и огни Я скольжу везде, мой друг, обгоняя лунный круг. Конвоиры первоцветы в золотой наряд одеты, И рубины горят, растилая аромат. Пойду набрать росинок вдоль дорожки И введу им жемчужные сережки. Но мужичок, прощай, работа ждет. Сюда царица с эльфами идет. Пак. Что эльфы поскорее спешат укрыться в чашках желудей? Фея. Иль просто с виду ты ему подобен, Иль в самом деле ты лудишка Робин. А кто тебя зовет, дружочек Пак, Тому ты рад помочь и так и сяк? Скажи мне, это ты? Пак. Никто иной? Да, я веселый озорник ночной. Сам оберон смеется у меня, Когда дразня до родного коня Я вдруг копыльким голосом заржу. А то у бабки в кружке я сижу Печеным яблочком. Она хлебнет, а я, скакнув, Ей забиваю рот, И пиво льется на сухую грудь. Иль тетка, жалуясь на что-нибудь, И думая, что я трехногий стул, Присядет, смотришь, стул-то ускользнул, Старуха шлет, вопит, кряхтит, довязь, Кругом хохочет, за бока держась. Ну, отойдем, смотри, вот оберон. Фея, а там царица, как не кстати он. Водят оберон царь эльфов И титания царица эльфов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К добру ли это встреча при луне, Надменная титания? Титания, что это? Ревнивый оберон? Умчился феи, мне вид его и ложи ненавистны. Оберон, ведь я же только мальчика прошу, Себе в пожил. Титания, не мучно, брасно сердце. За царство феи я не отдам ребенка. Мне мать его служила в сане жрицы, Ей в память я вскорблю ее младенца. Оберон, как долго ты пробудешь здесь в лесу? Титания, пока ты зей не справишь с водой. Если ты мирно вступишь в наши хороводы И лунные забавы, следуй с нами. А если нет, то нам нельзя встречаться. Оберон, отдай дитя, и я пойду с тобой. Оберон, что ж уходи, из леса ты не выйдешь. Пока я не отпущу за оскорбление. Пойди сюда, мой милый Бак. Я видел, пролетал между землей и хладную луною Во всеоружье Купидон. Прицелясь в прекрасную висталку, чей престол на западе, Он так пустил стрелу, что тысячи сердец легко пронзил бы. Но Купидона в жгучий дрот погас, В сиянии чистом влажного светила. А царственная жрица шла спокойно, В девичьей думе чуждая страстя. Все же я заметил, что стрела его фонзилась В молочно-белый западный цветок, Теперь багровый от любовной рары. Чьих сонных вежд коснется сок его, Тот возгорится страстью к первой твари, Которую глаза раскрыв увидит. Достань его и возвратись скорее. Пак, мне сорока минут вполне довольна, Чтоб землю опоясать. Аберон, взяв цветок, Я спящую титанию настигну И капну соком ей в глаза. Ту тварь, которую она увидит первой, Будь то медведь, или лев, или волк, Или павиан, или шустрая мартышка, Она полюбит всей душой любви, Пока с нее не будут сняты чары. А я могу их снять другой травой. Она отдаст мне с моего пожара. Сюда идут. Кто это? Я не видим. Входят Деметрий и Елена. Елена умоляет Деметрия о любви, Но он отвергает ее, убегает, Скрывает в чаще. Елена бросается следом за ним. Аберон, счастливый путь, Он скоро будет сам влюбленный И гнаться по твоим следам. Возвращается Пак. Достал цветок? Пак. Достал, конечно. Аберон, дай его сюда. Известен холм мне, Где цветут в избытке фиалки, Дикие тмины, маргаритки, И где кругом густой шатер возрос Из жимолости и мускатных роз. Титания там любит спать порой, Укачанная пляской и игрой. Там часто кожу сбрасывают змей, Неудобнейший ночной покров для феи. Я этим соком трону спящей вежды, И ей внушу я странные надежды. Часть сам возьми, Отправься в лес глубокой. Прелестную Афиненку Жестокий отверг юнец, Помашем в ресницы, Но так, чтоб утром Лицо девицы увидел тотчас. Помни, то юнец, Одетый на афинский образец, Ты так помашь, Чтоб в нем любовь сильней Вспылала к деве, Чем пылает к ней. И возвратись до первых петухов. Мой повелитель, я на все готов. Уходят, Входят Титания со свитой. Титания Сюда Сначала хоровод и песню, Затем на треть минуты разойдитесь. Кто убивать червей в бутонах роз? Кто воевать с летучими мышами? Из них крыльев нашьем кафтаны эльфам. Кто гнать сычей на нас, Глядящих с криком в подемках? Убаюкайте меня и за работу. Я хочу уснуть. Великий с острым я сычек, Черный я жертви не жи. Впрочем, в прочем, вон, 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 Впрочем, даже я с тобой. Впрочем, в прочем, вон, 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 Впрочем, вон, 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 вон. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Нет, мы все на лицо! Клин, все до единого. А для репестиций наше место здесь удивительно подходящее. Вот эта зеленая полянка будет нашей сценой, А вот эти кусты боярышника наши в нем уборной. Пирам, ты начинай. Когда кончишь свою речь, уходи в кусты. И таким же образом каждый там, где ему бороли, полагается. В глубине появляется пак. Что за мужланы расширились тут? Близ колыбели королевы эльфов. Ба, репетиция! Ну что ж, я зритель. А если надо, быть готов актером. Моток. О, физма! Многовонное дыхание. Клин. Благовонное, благовонное. Моток. Благовонное дыхание. Летит из уст твоих, мой нежный друг. Ночу, я слышу голос. Стой тихонько, я пред тобой опять предстану вдруг. Уходит. Пак. Пирам каких не сыщется вокруг. Уходит следом за ним. Дуда. Теперь мне говорить? Клин. Да, разумеется, тебе. Ты же должен понимать, что он уходит только для того, чтобы увидеть шум, который он услышал. А потом вернется. Дуда. Сиятельный пирам, билей лилей долин и краша красных роз, не сорванных рукой. Мой юный ювенал, жемчужный мой рубин, вернее, чем верный конь, выносливый такой. Клин. Я поведу вас всех к кругу. Может быть, собственную ослину и голову? Мой юный байон. Мой юный байон. Рассянутка. Я против.